Конечно, гоняться под парусами лучше, чем ждать на берегу, но выход в море в первый день заключительного этапа Кубка России в олимпийских классах яхт «Финн» не увенчался успехом. Из-за отсутствия ветра яхты пришлось возвращать на берег, а сегодня их и вовсе в первой половине дня не стали спускать на море. Для парусного спорта это обычный день, главное, чтобы был ветер. Здесь отличный зал, здесь я могу сказать, что, наверное, лучшие пока что условия в России для проведения подготовки. А пока участники черноморской регаты занимаются со своими яхтами. Они должны быть безупречными. Чаще всего их не увозят, на зиму оставляют в Сочи, так что доскональный осмотр лишним не будет. Яхта весит в полном вооружении около 100 килограмм. Идет относительно других олимпийских яхт, практически самая быстрая. Считается одной из двух классов таких экстремальных, которые, скажем так, максимально зрелищные. Экипаж Никиты Ушкова называют первым номером среди сильнейших молодежных коллективов. После сочинской регаты они сразу начнут готовиться к следующему сезону. Это участие и в спартакиаде, и отбор на первенство Европы, и первенство мира. Здесь же и сильнейшие яхтсмены, которые мечтают об олимпийских гонках. Лично мне, конечно, хотелось бы проявить себя в отборе на Олимпийские игры, потому что у нас сейчас небольшие затруднения с этим. Попасть на Олимпийские игры, то есть помочь команде. Как и в любом спорте, в яхте нам также плотная конкурентная борьба. Но проявить ее можно только при хорошем ветре. Сегодня после обеда парусники все же вышли в море. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.